Итак, всем еще раз добрый день. Мы рады приветствовать вас на нашем Тихтоке, посвященному SubGRC Access Control. Немного слов о механике нашего мероприятия. Вебинар будет записываться и впоследствии размещен на нашем внутреннем канале и внешнем SubTiHTOK. Все возникающие у вас вопросы вы сможете задать голосом в конце нашей сессии. Для этого необходимо будет нажать клавишу Raise your hand. Также вы можете задавать ваши вопросы в чате. Наш эксперт обязательно ответит на них в конце сессии. Итак, Данил, тебе слово. Спасибо, Саша. Добрый день, коллеги. Спасибо за то, что подключились на наш вебинар и спасибо за внимание к нашей сегодняшней теме. Сегодня мы планируем поговорить о безопасности систем с точки зрения контроля доступа. И это важная добавка, потому что важно не забывать, что безопасность систем, САПовских и каких бы то ни было, это не только что-то связанное со взломом, с кибератаками, хакерами или, скажем, бесперебойной работой железа. Ну и безопасность данных, которыми пользователи могут манипулировать в системе просто потому, что у них есть на это доступ. Меня зовут Данил Лабыч, я работаю в компании PAM Systems и имею определенный опыт работы в области SAP Security and Authorization, в том числе и с продуктами SAP GRC, о которых мы сегодня поговорим. В этом месте презентации обычно располагается адженда, содержание, но у нас она выглядит вот таким образом, поскольку здесь хочется подчеркнуть все-таки важность нашей сегодняшней темы, потому что, к сожалению, эту тему, на мой взгляд, недооценивают как с точки зрения важности, так и с точки зрения интересности. Ну, надо сказать, что, к сожалению, недооценивают именно на просторах стран СНГ. На Западе все-таки этой теме уделяют должное внимание, особенно крупные корпорации. Но у нас почему-то так сложилось, что несколько закрывают на это глаза. И при внедрении любой системы рано или поздно возникает вопрос, а какой же доступ мы должны предоставить нашим пользователям для того, чтобы они могли выполнять в системе свои функциональные обязанности. Но на этом очень часто и останавливаются и не задают вопрос, а какой доступ мы не должны предоставить пользователям ни при каких условиях. И если вдруг случилось так, что мы этот доступ предоставили, как мы можем его контролировать? Потому что на самом деле с помощью просто избыточного доступа можно совершить ни много ни мало мошенничества. И я для затравки скажу, что не доводилось в кулуарных разговорах слышать истории про то, как люди просто потому, что у них были определенные знания плюс доступ в САПовских системах, совершали мошенничество относительно компаний. Ну, наверное, надо называть вещи своими юнами. Попросту, можно сказать, воровали деньги компании. И даже были какие-то жуткие истории про то, как люди какие-то серые схемы реализовывали просто потому, что они знали, как это делать. Ну, наверное, имея определенную наглость. Понятно, что такие ситуации, они очень редкие, они вот как завтрашний день, 29 февраля, наверное, раз в 4 года, да даже реже случаются. Но если вдруг нечто подобное происходит, то ответственные люди, наверное, взвешивают те усилия, которые могли бы быть затрачены в области контроля доступа и те затраты, которые могли быть понесены, но не были. И тут уже вопрос, к какому выводу они приходят, стоило это того или нет. Ну, на самом деле, ответ, конечно же, стоило. Если посмотреть на такой заголовок нашего вебинара, он называется Security Compliance, то можно сказать о второй такой глобальной цели, к которой я сейчас хочу подвести. Первое, да, это недопущение какого-либо мошенничества просто потому, что у человека есть доступ, он знает, что можно сделать с этим доступом. И второе, это как было сказано в анонсе к нашему вебинару, как не потерять голову в хаосе, когда у тебя большой системы, ландшафт, и тебе нужно понимать, кому, что, куда и как предоставлять доступ, как это все дело контролировать. Наверное, кто-то по итогам нашего сегодняшнего обсуждения может все это охарактеризовать одним словом бюрократия, но я скажу, что это не бюрократия, а порядок. Так, порядок должен быть всегда и везде, независимо от того, 30 систем у нас в ландшафте, 50, 100 или может быть одна. Все равно с точки зрения доступа нужно иметь некие правила, некие регламенты и им следовать. Вот об этом и поговорим. Ну, у нас сейчас предусмотрено несколько слайдов теоретических, просто разберем, что же такое SubJRC X-Control, зачем он нужен и из чего состоит, и затем у нас запланирована демо. Ну, начать я бы хотел с такого, ну, не хочется использовать слово ликбез, наверное, с пояснения, потому что присутствует некоторая путинца вообще относительно понимания того, что такое GRC, что такое GRC-системы, потому что часто люди думают, что вот GRC – это вот какая-то вот конкретная система, вот однозначно характеризуемая вот этими тремя буквами, да, как мы говорим, BMW, например, и все понимают, что такое BMW, это конкретная марка автомобиля. Но GRC – это разновидность системы, как мы говорим, что есть ERP-системы, точно так же есть GRC-системы. GRC расшифровывается как Governance Risk Compliance, управление риск-соответствие, и я обращаю ваше внимание, что это не слово-сочетание, это три слова через запятую. То есть GRC-системы имеют дело с контролем соответствия чего-либо чему-либо, с управлением какими-либо процессами, с управлением рисками в той или иной области. Если говорить о продуктах GRC-линейки компании SAP, то здесь, с одной стороны, мы имеем три независимых продукта, которые на самом деле имеют абсолютно… они даже поставляются вместе как единая система, у них абсолютно одинаковая, не абсолютно, но во многом одинаковая техническая начинка, у них много общих компонентов и даже некоторые мастер-данные у них совпадают. Но по большому счету мы можем говорить о трех различных системах, потому что они, в принципе, могут функционировать, да и функционируют независимо друг от друга, могут интегрироваться, но по большому счету друг от друга не зависят и работают с различными бизнес-объектами, бизнес-процессами. Что это за продукты? Это GRC-эксесс-контрол, о котором мы сегодня говорим. Это процесс-контрол. Система направлена на управление процессами компании, в принципе, любыми процессами. И это риск-менеджмент. Самый маленький продукт, который направлен на управление рисками компании, опять-таки, любыми рисками. Почему я это говорю? Часто бывает, что люди просто упоминают, что вот нам нужен GRC-специалист, а специализация на самом деле все равно разная. Да, понятно, что тот человек, который долгое время работал с одним из этих продуктов, наверняка достаточно быстро разберется и с остальными. Но все-таки специализация разная. И поэтому, если вам говорят, что ищут GRC-специалиста, имеет смысл уточнить, а это какая GRC-система? Это X-контрол или процесс-контрол? Или, может быть, это риск-менеджмент? Ну, а сейчас перейдем к теме нашего сегодняшнего вебинара. Контроль доступа. GRC-эксист-контрол. Что это такое и зачем вообще он нужен? Мы уже сказали, что у нас две глобальные цели. Это недопущение мошенничества и наведение порядка в области контроля доступа. Ну, наверное, можно еще выделить и третью. Это контроль соответствия корпоративных систем всевозможным стандартам безопасности. Опять-таки, в русскоязычных компаниях на это часто глаза закрывают. На Западе как-то за этим следят более внимательно. Для них это очень важно ввиду того, что там крупные корпорации просто по уши обложены всяческими стандартами. Постоянно проводятся всяческие аудиты и относятся к ним очень серьезно. И если приходят аудиторы и аудируют какой-то процесс в области безопасности и берут, скажем, тысячу каких-то кейсов в рамках этого процесса и находят в одном только из них какое-то несоответствие, они могут все, всю тысячу могут засчитать как несоответствующий тому или иному стандарту. Просто потому, что если один раз процесс не сработал, как он должен был сработать, значит, он и в остальных случаях может не сработать. И очень часто это влечет всякие штрафы. Ни один раз, наверное, все же мотивировали или больше запугивали, когда говорили, что если мы не пройдем аудит безопасности, то акции компании очень сильно упадут в цене. Мы прошли успешно и с акциями все было хорошо. Но, тем не менее, система GRC Axe Control в первую очередь позволяет создать некую централизованную единую методологию для того, чтобы управлять доступом пользователей во множество целевых систем. Axe Control – это система сама по себе, которая управляет доступом во многие другие системы разной природы. В первую очередь, конечно, это САПовская природа, но можно вести речь и о некоторых не САПовских системах, которые тоже интегрируются с GRC Axe Control. Во вторую очередь, это непосредственно такой единый репозитарий и очень широкий, действительно широкий набор инструментов. Для тех целей, которые система преследует, это действительно широкий набор инструментов, который позволяет решать те или иные задачи самыми разными способами. Когда я, к слову, говорю о единой методологии, это не значит, что все 50 систем нужно как-то привести к чему-то общему, но все это нужно зарегламентировать. Как минимум, нужно вывести некие общие алгоритмы, общие процессы управления. И с одной стороны, Axe Control – это процесс, это методология, а с другой стороны, это инструментарий, который позволяет непосредственно управлять этим процессом. Мы уже сказали про стандарты безопасности и про третью букву C-compliance. Ну и надо сказать, что GRC Axe Control позволяет, в общем, связать множество таких мелких разрозненных процессов в области саб-секьюрити в такой единый клубок, которым очень удобно управлять. Сейчас слайд для любителей архитектуры. Здесь у нас в середине находится такой прямоугольник, вы можете видеть, бэкэнд Axe Control. Он состоит из четырех модулей, мы про них поговорим отдельно, подробно про каждый из них. Что касается фронт-энда, то классическим является NetWeaver Business Client. Но с выходом последней системы 12.0, это где-то полтора года назад случилось, саб-секьюрити. Предложил, что, естественно, использовать Fiori. И надо дать им должное, они, в общем, все WebDent Pro приложения, которые традиционно открывались в NetWeaver, они их обернули в упаковку Fiori и аккуратненько разложили по каталогам, по группам. В принципе, особо ничего даже и делать не надо, на самом деле, надо, конечно. Но, в общем, саб предлагает нам сейчас альтернативу. Но NetWeaver тоже хорошо, как кто хочет Fiori, может использовать Fiori. В общем, с тем же результатом. Несколько новых нативных Fiori приложений они специально разработали, но чего-то там такого прям, какого-то прорыва нового нету. По сути, все то же самое, просто немножко по-другому это выглядит. Как я сказал, GRC работает со множеством целевых систем, способы организации передачи данных, в общем, все стандартные, с помощью различного вида коннекторов. Это RFC-соединение, это веб-сервис, это дата-протоколы. GRC X-Control с разными прочими саповскими продуктами, которые в смежных областях действуют, такие, как, например, Identity Management или Central User Administration. GRC, конечно, гораздо шире и, в общем, покрывает практически все те области, которые названы мной инструменты покрывают. Ну, какие-то отличия есть, но использовать их вместе можно, потому что часто компании сначала ставят что-то одно, а потом, допустим, приходят к тому, что хотят еще использовать GRC, а отказываться от того, что было внедрено раньше, жалко. Ну, не надо отказываться, можно заинтегрироваться. Ну, и вот если на левый нижний угол вы посмотрите, здесь есть зеленый прямоугольничек Other Business Applications. Это как раз то, о чем я говорил. Позиционируется GRC X-Control как система, которая может работать не только с саповскими продуктами, но и с некоторыми не саповскими при наличии определенных шин. Здесь называется Greenlight Adapter. В общем, можно организовать контроль доступа и там. Что же это за такие четыре модуля, которые у нас были на предыдущем слайде нарисованы? Здесь надо сказать, что они, в принципе, очень хорошо интегрируются друг с другом, но на самом деле могут быть использованы и по отдельности. И зачастую это именно так и происходит. Многие компании, особенно такие, которые были в свое время пионерами во внедрении каких-то саповских продуктов или, может быть, использовали какие-то свои самописные системы для тех или иных целей в области X-Control, они, когда приходит время, планируют внедрить GRC, но им уже нет необходимости все четыре модуля ставить, и они могут поставить один или два или один, а потом через год еще один. Это абсолютно нормально. То есть каждый модуль своих целей добивается, но, конечно, использование всех четырех вместе позволяет создать такой прям очень прочный инструментарий. И на самом деле, как я уже сказал, многие задачи могут решаться в GRC технически совершенно по-разному, исходя из каких-то предпочтений, из удобства, из требований или просто из умений. Назовем эти модули. Первый – это Business Role Management. Он направлен на управление жизненным циклом ролей, технических ролей в целевых системах, то есть тех ролей, которые непосредственно присваиваются пользователям. Но в названии есть слово «Business», «Business Role» и GRC используют концепцию так называемых «Business Role». Это логические роли, которые представляют из себя набор технических ролей из разных систем. Это очень удобно, особенно в ситуациях, когда действительно большой системный ландшафт и когда люди хотят… Если можно по каким-то критериям сразу определить, какой доступ человеку должен быть предоставлен сразу в нескольких системах, приходит, например, на работу бухгалтер, и ему нужна одна роль в СФО, одна роль в какой-нибудь отдельно стоящей чарной системе, одна еще где-нибудь в Арибе, допустим. Можно создать бизнес-роль и управлять ей, в общем, точно так же, как и техническими ролями. Второй модуль – это «Access Risk Analysis», и он направлен на контроль рисков, связанных с доступом в систему. Здесь, пожалуйста, не путайтесь с тем продуктом, который я на одном из первых слайдов упоминал – GRC Risk Management. Risk Management направлен на управление рисками компаний любыми. Например, во время вебинара, например, у спикера пропадет голос. Это риск, риск. У нас он, к счастью, не касается. А здесь мы говорим именно о рисках доступа. Что будет, если пользователям дать тот или иной доступ в систему? Третий модуль называется «Access Request Management», и это, по сути, просто инструмент стандартный, но очень интересный для того, чтобы пользователи могли запрашивать себе доступ, и, соответственно, чтобы запрос по тем или иным критериям направлялся по той или иной цепочке согласования. Четвертый модуль – он самый маленький, самый редко используемый, но очень важный. Называется «Emergency Access», и он имеет дело с ситуациями, когда нужно прямо очень срочно зайти в продуктивную систему и что-то там поправить. Сейчас мы эти четыре модуля разберем чуть более подробно, каждый из них. «Business Role Management». Здесь есть такая достаточно уникальная вещь, как возможность устраивать методологии введения жизненного цикла ролей, как технических ролей, так и бизнес-ролей. Я бы сказал, честно говоря, что даже этот инструментарий несколько избыточен, особенно если систем не слишком много, и если команда поддержки, которая этим занимается, не очень многочисленна. Это, скорее, даже может быть где-то добавит им головной боли, но если мы хотим прямо полноценно управлять жизненным циклом ролей в зависимости от тех или иных входных данных, это очень удобно здесь настраивается. Например, для финансовых ролей должны быть какие-то свои методологические фазы и шаги, для логистических свои, или в зависимости от систем, или в зависимости от регионов. Для каждой страны могут быть свои какие-то требования, если большая корпорация. Это действительно очень удобно. Можно определять, кто должен согласовывать эти роли, в какие моменты, какие документы должны быть, какие нотификации, кому должны уходить и в какой момент. Следующий шаг после того, как мы определим методологию ведения ролей, это импорт технических ролей. Мы говорим, что GRC X Control позволяет нам пролить доступ во множество целевых систем. Соответственно, эти целевые системы с точки зрения ролей и пользователей, и полномочий, которые там могут быть предоставлены, они синхронизируются с GRC. Когда мы говорим про импорт, по сути, это создание карточки, карточки роли в GRC, чтобы система в дальнейшем могла этой ролью или этой карточкой оперировать. Там действительно очень много всяческих атрибутов, которыми можно обвешать роль, и потом в зависимости от этих атрибутов этими ролями жонглировать всячески. А можно даже в рамках управления жизненным циклом прямо из фреймворка GRC эту роль изменить в целевой системе. То есть прямо находясь в GRC, вы нажимаете кнопочку и проваливаетесь, скажем, в транзакцию PFCG, просто какой-нибудь системы, там руками чего-то править и возвращаетесь назад. Достаточно удобно. Мне кажется, не очень часто этим на самом деле пользуются, но всегда людям это нравится, потому что это так достаточно эффектно выглядит. Далее, если у нас есть такая необходимость, мы можем создать бизнес-роли, опять же, если это для нас удобно, если это не причиняет дополнительной головной боли и команде поддержки, и после этого наши роли готовы для того, чтобы их использовать в запросах на доступ пользователей и для того, чтобы проводить анализ рисков разделения полномочий. Есть очень много всего вот в этом инструментарии, что можно делать с ролями. Здесь мы в левом нижнем прямоугольнике всего лишь несколько привели. Очень разнообразные варианты построения поиска ролей, опять же, в зависимости от того, какие роли у вас вообще есть, как они выглядят, что нужно пользователям. Это на самом деле достаточно важно, на это не всегда обращают внимание, но пользователям часто бывает сложно понять, какую роль они должны запросить. А здесь как раз очень удобная возможность настроить поиск ролей. Можно использовать мейпинг ролей, когда одна роль привязывается к другой, и при запросе одной роли автоматически пользователю предоставляется еще какая-либо. Можно использовать роли по умолчанию на основании каких-то критериев, скажем, для какого-то отдела всегда автоматически будет присваиваться та или иная роль. Можно использовать так называемые предпосылки, при реквизиты, когда перед присвоением пользователю роли система проверяет, а прошел ли он, скажем, обязательное обучение или какую-либо сертификацию, или выполнил ли он соглашение о неразглашении коммерческой тайны. Все это тоже можно сделать в GRC. Следующий модуль, Access Risk Analysis, на самом деле, наверное, самый интересный. Это модуль, связанный с рисками разделения полномочий. Что такое разделение полномочий? Это недопустимость выполнения одним пользователем двух или более операций, которые конфликтуют между собой с точки зрения бизнеса, или с любой иной точки зрения. И здесь анализ как раз начинается именно в бизнес-плоскости. Нам нужно на бизнес-языке определить, какие операции у нас потенциально могут привести к тому или иному риску. Вот у нас левый верхний прямоугольник задает этот вопрос, и в качестве примера приведена такая ситуация. Предоставление доступа на создание sales-ордера и соответствующий счет фактуры к нему. Может это привести к риску? Может. Мы не говорим, что это обязательно приведет. Ситуации бывают разные, и для каждой компании, в принципе, это может быть расценено по-своему. Здесь я сразу скажу, что очень часто именно в области X-риск анализа спрашивают, подскажите какой-нибудь best practice, как этими рисками управлять, как их контролировать. Но на мой взгляд, best practice здесь быть не может, потому что у каждой компании свои требования. Да, здесь могут быть какие-то рекомендации, что-то из своего опыта, но все равно для каждой компании сама компания обязана эту работу тоже проводить, в ней как минимум участвовать, потому что просто прийти и сказать, вот вам, нате, и делайте так. Ну, а кто подтвердит, что это действительно так? Вот сейчас есть такое модное понятие риск-аппетит. У каждой компании свой риск-аппетит. Один и тот же риск для кого-то критичный, а для кого-то в силу рода деятельности совсем не важный. Или кто-то один риск собирается контролировать одним способом, а кто-то другим. Поэтому здесь какое-то общее направление, конечно, можно задать, но эту работу все равно нужно проводить. И следующий шаг, когда мы определились с бизнес-операциями, конфликтующими между собой, это перевод на технический язык. Нам нужно понять, а какие полномочия в системе позволяют эти операции выполнить. В нашем случае это транзакции VA-01 и VF-01, но не просто транзакции сами по себе, а еще и в сочетании с конкретными значениями объектов полномочий, которые позволяют создать бытовой заказ и биллинговый документ для него. И вот, когда мы приходим к пониманию всех возможных конфликтов с точки зрения бизнеса и переводим их на технический язык, мы создаем такую базу для последующего анализа доступа пользователей, у кого есть конфликты, у кого нет, у кого не могут возникнуть и когда. Вот здесь в центре у нас прямоугольник, он говорит как раз про то, каким образом это все формируется. Наверное, многие из вас слышали такое понятие, как SUD-матрица, как раз и есть такая таблица, таблица попарно конфликтующих между собой бизнес-операций. В GRC этот термин не используется, они используют термин SUD-rule-set, то есть набор правил разделения полномочий. Если начать снизу вверх, у нас есть группа транзакций, схожих по бизнес-смыслу в сочетании с объектами полномочий. Скажем, у нас есть транзакции VA01, 02 и какие-то еще, которые позволяют выполнять введение с бытового заказа, с бытовых документов. И они объединяются в функции. То есть каждая функция у нас содержит набор транзакций, схожих по бизнес-смыслу. И вот как раз эти конфликты, риски разделения полномочий, они возникают на уровне функции. То есть функции попарно конфликтуют друг с другом. Это означает, что каждая транзакция из одной функции конфликтует с каждой транзакцией из второй функции. И опять же, подчеркиваю, я говорю транзакция, но мы держим в уме, что это не просто транзакции, а плюс в сочетании с объектами полномочий. И вот уже такие попарно конфликтующие функции формируют риски. И множество рисков формирует набор разделения полномочий. Наборов этих может быть множество. Опять же, в зависимости от, скажем, требований того или иного региона, в рамках одной компании может быть использованы разные рулсеты. Для разных видов ролей, для разных пользователей используются разные наборы этих рисков. После того, как мы сформировали наш рулсет, мы непосредственно можем анализировать доступ на уровне ролей и на уровне пользователей. При каждом изменении роли обязательно нужно проводить SOD-анализ. И при каждом запросе пользователя на доступ тоже рекомендуется проводить SOD-анализ, чтобы эти конфликты не упустить, чтобы не было той самой ситуации, которая раз в 4 года возникает. Будем надеяться, что реже. И если мы идентифицировали какой-то конфликт, опять же, мы не говорим, что все, вот это риск наступил. Мы говорим, что это потенциальный риск. Он подлежит анализу. Мы можем отказать в этом доступе. Либо мы можем его митигировать, по-русски говорят, снизить. Определить некую контролирующую процедуру, контролирующее мероприятие и создать объект, который в GHC называется mitigation control, по-русски говорят, контроль снижения. Это может быть, по большому счету, все, что угодно. Это может быть какой-то специальный отчет, который кто-то с какой-то периодичностью запускает и смотрит, что же там пользователи за неделю, скажем, наделали. Это может быть какое-то предупреждение, которое уходит ответственному человеку каждый раз, когда пользователь запускает транзакцию. В общем, все, что угодно. Это даже может быть просто процессное описание, что нет, это не риск, потому что бла-бла-бла. Примерно так это работает. Следующий модуль, он у нас с точки зрения, это модуль access request management, с точки зрения схематичного представления, он самый простой, а с точки зрения всяких технических прибамбасов, мелочей и деталей, он как раз самый навороченный. Там очень много всего есть, чем можно играть, и это достаточно интересно. Но методологически все выглядит очень просто. Первый шаг. Пользователи запрашивают доступ. Их запрос проходит цепочку согласования, и затем этот доступ к пользователю предоставляется. Ну, либо запрос отклоняется, тогда доступ к ней предоставляется. Запросы создавать можно очень по-разному. Можно создавать непосредственные системы, можно настроить так называемый сервис гостевого пользователя, когда люди просто по ссылке заходят, и там попадают в такое рабочее место, в котором можно эти запросы легко создавать. То есть не обязательно иметь доступ к GRC, чтобы запрос создать. Можно любые виды действий запрашивать, какие в сапе с пользователями можно делать, добавлять роли, удалять, блокировать, разблокировать и так далее. Можно настраивать специальные источники данных, чтобы поддерживать единообразие данных пользователей во всех системах. Это, кстати, очень важно, чтобы у нас не было такого, что в одной системе пользователя завели имя и фамилию, в графу фамилия вбили, в другой наоборот, где-то букву пропустили и так далее. Можно просто автоматически передавать это, скажем, из какой-то HR-овской системы или из Microsoft Active Directory, или даже просто использовать учетные записи какой-то мастер-системы, вот как именно источник данных для всех остальных систем. Очень удобно, можно настраивать очень много шаблонов для разных видов запросов, в принципе, для разных ситуаций, и вообще довольно много персонализации можно создать, как для тех, кто доступ запрашивает, так и для тех, кто его утверждает. Можно запросить доступ для себя, для другого пользователя, для группы пользователя. В общем, очень много всего на самом деле разного. Еще интереснее выглядит настройка именно процесса согласования. В GRC есть такое понятие, такая гордость даже, Multi-Stage, Multipath, Workflow. То есть это потоки данных, цепочки согласования процессов со множеством путей, множеством этапов. Их можно, как в конструкторе, всячески перестраивать в зависимости от требований. Все это делается изначально на основании бизнес-правил. Используется BRF+, технология Business Rules Framework, где настраиваются алгоритмы, по которым система понимает, по какой цепочке согласования тот или иной запрос отправлять. Опять же, здесь простор для фантазии очень широкий. Можно вовлекать самых разных людей, создавать агентов, можно напрямую кому-то направлять, можно определять правила, как эти агенты должны вычисляться и так далее. Можно использовать всевозможные перенаправления запросов. Например, если пользователь создал запрос и после предоставления этого доступа у него появятся новые конфликты, можно перенаправить этот запрос ответственному человеку, чтобы он разобрался с этими конфликтами. Если кто-то долго не производит никаких действий с этим запросом, можно инициировать эскалацию автоматически, опять же, по разным правилам, кому-то конкретному, перенаправить по другому маршруту и так далее. Множество вариантов с нотификацией, с уведомлениями, когда, как, кому и зачем. Ну и последний шаг – это предоставление доступа. Конечно, здесь всегда говорят о том, что больше нет необходимости ничего делать системе руками. И действительно, да, можно в целевой системе просто автоматически по запросу доступа предоставлять, но если необходимо что-то делать руками в каких-то специальных случаях, это тоже возможно. Ну и очень удобный инструментарий по управлению сервиса, связанным с паролями. Можно настраивать всяческие секретные вопросы и так далее. Ну и последний модуль – это Emergency Access Management. Когда он вообще необходим? Когда речь идет о каких-то чрезвычайных ситуациях? Например, очень серьезно может пострадать бизнес, если кто-то прямо вот срочно что-то не выполнит. Например, стоит поезд, не может поехать дальше, потому что кто-то не может отправить там какую-то печатную форму. Если он сегодня не приедет, то компания потеряет много денег. Нужно прямо зайти вот и в продуктиве что-то там в табличке, например, поменять. Или какая-то ошибка случилась, нужно ее срочно устранить. Но очень часто к этому прибегают, когда идет закрытие периода месяца, квартала, года. Даже не с целью непосредственного исправления чего-либо, просто в качестве такой превентивной подготовки, если что-то вдруг понадобится. Ну, по сути, этот Emergency Access – это заведомо конфликтный доступ, который на регулярной основе, конечно, никому предоставляться не должен. Вот у нас в нижнем прямоугольнике описано, как это, в принципе, реализуется. Ну, давайте, наверное, я лучше потом в демо на этом акцентирую внимание. Там используется так называемый специальный Firefighter ID или Firefighter Rolli. Ну, вот можно сказать, в Firefighter переводится на русский как пожарник. Но я даже специально залезал в САПовский гайд официальный русскоязычный, чтобы посмотреть, как же они перевели на русский. Они никак не перевели, они так и пишут Firefighter ID. То есть пользователь получает возможность в течение отведенного ему времени, день, три дня, неделя, но это не должно быть много, начинать любое количество сессий с расширенным доступом. Это не значит, что он постоянно будет этот доступ в системе иметь. Он имеет возможность через свой регулярный ID подключаться к так называемому Firefighter ID и тем самым получать расширенный доступ. Но, естественно, создатели продукта позаботились о том, чтобы этот доступ очень хорошо контролировался. Ну, давайте мы сейчас не будем зациклиться. Я покажу, наверное, это лучше во время демо. Может возникнуть вопрос. Вот мы внедрили GRC X-Control, что все, мы соответствуем. Ну, на самом деле, помимо того, что просто систему нужно поддерживать, нужно за всем этим тщательным образом наблюдать. И GRC в этом плане хорош еще и тем, что именно то, как сама система создана, какие там есть функциональные возможности, это помогает нам выбирать то или иное направление с точки зрения методологии. Это действительно работает. Это я могу даже из своего опыта сказать, что часто просто настройки системы помогают принять решение, а как вообще построить процесс управления теми или иными объектами. Вот, в частности, есть так называемый постоянный мониторинг соответствия. Все объекты, о которых мы говорили, это роли пользователей SOD, риски или Firefighter ID. Их рекомендуется периодически проверять. И ответственные люди, менеджеры, владельцы этих ролей, кто-либо еще, они должны подтверждать, что да, все сейчас валидно, все выглядит именно так, как и должно быть. Так, я вот в чате вижу вопрос сразу про Firefighter ID. Это некий пользователь, которого в каждой системе нужно создать? Да, в каждой системе создается свой Firefighter ID. Это может быть еще и Firefighter роль, но я предпочитаю использовать именно ID. Они чуть шире именно по техническим возможностям, там меньше ограничений. Да, в каждой системе создается свой Firefighter ID. Можно определить, какой доступ расширенный этому ID присвоить. Это сервисный пользователь, то есть залогиниться напрямую под ним нельзя. Ну, ему предоставляется условный SOPOL, условный, но часто создают Firefighter ID по каким-то функциональным направлениям. Скажем, для финансового департамента свой, для логистического или чарного свой. Но это очень часто не очень хорошо, потому что все равно процессы завязаны, и когда идет такая паника, спешка, что-то надо править, а тут еще и Firefighter ID этот доступ не дает, но начинают люди возмущаться. Но это условный SOPOL, да, в каждой системе. И есть два способа подключения, централизованный и децентрализованный. В первом случае пользователь должен быть создан в GRC, в системе самой, и он просто, грубо говоря, устанавливается связь между конкретным Firefighter ID в конкретной системе и ID пользователя в GRC. А второй децентрализованный, когда пользователь прямо в этой же системе может находиться и просто получает возможность через специальную панель запуска инициировать вот эту сессию с расширенным доступом. Последнее, что я здесь хочу быстренько сказать, это вот те самые MSMP Workflows. В GRC есть ряд преднастроенных процессов. Опять же, я не думаю, что какая-либо компания использует их прямо все, потому что некоторые довольно специфические, но, наверное, так или иначе используют. Самый, конечно, простой пример процесса, где используются такие Workflow, это вот запросы пользователей на доступ, но это может быть, в общем, то, что вы видите на экране, это может быть утверждение по определенным правилам, скажем, контроля снижения риска или непосредственно назначение этого контроля. Я вот не сказал о том, что контроли, они создаются для рисков, но они сами по себе еще ничего не митигируют, не снижают. Они должны быть назначены конкретным ролям или пользователям. И вот этот процесс назначения контролей для определенных рисков конкретным ролям или пользователям, его тоже можно провести по цепочке согласования. И вот очень, что очень-очень удобно в GRC, это вот как раз Workflow дизайнер. Он интуитивно очень понятен, он прост с точки зрения интерфейса и вообще работать в нем очень-очень приятно. Так, а теперь у нас будет сейчас демо, но я сделаю оговорку, что у нас демо будет не live-демо, а записанное. Мы записали его заранее, чтобы избежать возможных технических накладок. Я надеюсь, что вы сейчас видите экран. И вот, собственно, я буду его комментировать в онлайн-режиме, но просто будем смотреть кино. Будем смотреть Netweaver, в фиоре смотреть не будем. Смотрим классический интерфейс. Вот сейчас уже с последними версиями продвинутой UI немножко по-другому это все выглядит. Ну, а это, в общем, наверняка знакомый вам всем такой интерфейс, тоже достаточно понятный. Здесь есть четыре рабочих области. MyHome – это такая общая рабочая область, которая, как правило, доступна всем пользователям GRC. Setup – это настройки некоторые, где настраиваются, скажем, мастер данные, которыми потом оперирует система. Access Management – это непосредственно операционная деятельность. Есть в системе и специальное рабочее место для отчетов и аналитических дешбордов. В конце быстренько посмотрим их тоже. Ну и в каждой рабочей области есть множество так называемых Workplace, внутри которых находятся ссылки, по которым открывается то или иное WebDent Pro приложение. Ну и мы сейчас посмотрим, в общем случае, как это все может выглядеть. Начнем мы с панели Access Management, где у нас, как я уже сказал, происходят всякие операционные вещи, связанные с ролями, с доступом пользователей, с присвоением контроля и снижения. Вот сейчас мы посмотрим, как у нас выглядит карточка роли, уже созданной роли. Для начала посмотрим техническую роль, которую мы импортировали из нашей целевой системы. И здесь вы увидите, что действительно атрибутов достаточно много. На мой взгляд, мне сложно представить ситуацию, когда они все будут использованы. Вот здесь видите методологические шаги, про которые я говорил. Здесь их всего четыре, но это просто упрощенная схема. В реальности их, конечно, может быть гораздо больше. Множество свойств, функциональные области, компании. Вот здесь утверждающие назначаются, причем утверждающие и присвоение пользователям, и изменение самой роли. Это могут быть разные люди. Вот пререквизиты, про которые я говорил. Здесь может назначаться мэппинг ролей. В общем, довольно много всего. И это еще только основные были, основные рабочие области, скажем так. Вот есть еще дополнительные. Вот здесь, например, 100 изменений можно посмотреть. Что касается бизнес-ролей, то в принципе все выглядит точно так же. Просто добавляется еще вкладка, на которой мы указываем те технические роли, из которых эта бизнес-роль состоит. Вот здесь у нас две роли, причем одна из них она композитная. Мы можем раскрыть ее и посмотреть, что там происходит, какие роли туда входят. Сейчас мы поговорим про риски разделения полномочий. Вот у нас есть вкладка Setup. И здесь вот мы видим всяческие рабочие области, связанные с настройкой мастера данных. Ну и вот как выглядят те самые функции и риски, про которые я говорил. Вот у нас множество функций. Если помните, я сказал, что функция – это набор транзакций, не только транзакций, также и в WebDinPro приложении, и в Fiori приложении тоже, потому что вот в последней версии GRC это все уже учитывается, в сочетании с конкретными объектами полномочий. Вот мы открываем функцию Montain Billing Document. И сейчас увидим то множество транзакций, которые туда входят. Вот обратите внимание, что на самом деле вот здесь одна и та же транзакция, она представлена дважды, потому что она релевантна для двух систем, но на самом деле это даже не система, это системные ландшафты, потому что часто удобно сформировать в GRC множество системных ландшафтов, чтобы для каждой системы в отдельности ничего не проверять, мы просто указываем, что этот объект валиден для всего ландшафта. Это, кстати, очень удобная такая фишка. Вот сейчас мы открываем риски. Вот здесь, как вы помните, я говорил, что риск – это две либо более конфликтующие между собой функции. То есть на самом деле это множество попарно конфликтующих между собой транзакций или приложений. Вот здесь каждый риск представлен тоже дважды, потому что он представлен для каждой входящей из него функции. Вот у нас риск как раз финансовый мы видим. Монтейн фиксирует General Ledger Account и High Activity Apostles. То есть можно проводку какую-то провести и скрыть предыдущие действия. Ну сейчас мы откроем, посмотрим, что у нас здесь есть. На самом деле функции представлены, которые конфликтуют между собой. Можно посмотреть, к какому набору правил он относится, потому что риски могут входить в разные наборы. Вот можно назначить владельца этого риска. Здесь у нас никакого владельца не назначено. Ну и можно нам отсюда пойти посмотреть конкретную функцию. Что в эту функцию входит, какие транзакции. Вот опять же, видите, они у нас валидны для двух системных ландшафтов, независимо друг от друга. Наверное, мне нужно немножко уже, может быть, проматывать даже. Сейчас мы посмотрим, как у нас выглядят mitigation контроли. У нас есть уже созданные. Это, напоминаю вам, это некое контролирующее мероприятие с точки зрения процесса, которое позволяет нам контролировать риск и снижать его уровень. А с точки зрения системы это непосредственно объект, который называется mitigating control. Он создается для конкретных рисков. Один и тот же контроль может использоваться для разных рисков, точно так же, как и для одного риска могут использоваться разные контроли. И они могут быть созданы как для всего риска, то есть для всех вот этих попарных пересечений транзакций, которые в этот риск входят, так и для каких-то конкретных правил. То есть даже в рамках одного риска эти контроли могут быть валидны, скажем, для какой-то одной пары транзакций конфликтующих. Один контроль, а для другой другой контроль, а для третьей может быть вообще контроля нет. И такой доступ мы не предоставляем. Вот вы видели, что здесь тоже есть вкладка Owners. Тут назначается владелец этого контроля, который утверждает этот контроль, если такая цепочка согласования настроена. И так называемый монитор, который, ну или исполнитель, который отвечает за то, чтобы этот контроль действительно выполнялся. Потому что назначить это контроль многому не надо, но нужно следить, что он действительно выполняется. А сейчас мы смотрим, как у нас происходит непосредственно сам анализ доступа. Его можно выполнять на уровне ролей, можно на уровне пользователей, можно моделировать. Что будет, если мы добавим такие-то транзакции или приложения в роль? А что будет, если мы удалим? А что будет, если мы пользователю добавим такой-то набор ролей? Это очень удобный инструментарий. На самом деле я им пользуюсь всегда и всем всегда рекомендую. Но сейчас мы непосредственно смотрим для конкретной технической роли, хотим посмотреть. Но причем здесь обратите внимание, что здесь очень много есть критериев самого анализа и критериев представления результата. Можно проводить анализ на уровне исключительно транзакции, можно на уровне объектов полномочий, можно включить риски, которым уже назначены контроли, и так далее. Действительно тут очень много всего в зависимости от требований можно так или иначе смотреть. Но я уже не буду здесь наверное подробно рассказывать, как это представляется. На самом деле вот это отображение для людей, которые видят первый раз, оно не очень наверное понятно. Ну вот вкратце мы можем по колонке rule ID, вот допустим у нас общий rule ID, здесь мы видим, что FB01 конфликтует с транзакцией VF01. Это если так примитивно говорить. Ну я обычно использую нехитрый скриптик в Excel, чтобы вот это вот все преобразовывать в более удобный для понимания неподготовленным человеком вид. Вот смотрите, мы выбрали риски, и я нажал кнопку mitigate control. Я могу прямо отсюда назначить контроль, и вот я смотрю, есть ли у меня для этого риска какой-либо контроль. У меня есть два, и я выбираю тот, который мне подходит. Я его снижаю, я митигирую этот риск, а для второго у меня контроля нет. Я могу его создать по кнопке create control, либо могу что-то делать дальше, например, отказать в этом доступе. Вот сейчас посмотрим, что произойдет. Вот мы этот контроль, мы по сути контроль, созданный для конкретного риска, назначаем конкретной роли. Если мы сейчас заново запустим наш SOD анализ, то мы этот риск уже не увидим. То есть с точки зрения процесса мы считаем, что этот риск у нас уже под контролем. Опять же, очень важно этот контроль соблюдать. Вот я пока вижу вопрос, есть ли готова матрица рисков и где ее взять. Вот я, кстати, спасибо за вопрос, потому что я хотел об этом сказать и забыл. SAP протягивает нам руку помощи и поставляет стандартный rule set, который, опять же, его можно считать таким неким best practice, да, rule set, но на который, конечно, все равно представители компании должны посмотреть. Его можно взять за основу. Ну, в общем, обычно так и делают. То есть стандартные поставки вот эта матрица есть. Ну, вот задача создать свою с нуля, это прям очень сложная, но очень интересная задача, но это можно, на мой взгляд, на год проект открывать, потому что там самые разные люди должны быть, и технические специалисты, и бизнес, и тот, кто их сведет воедино, но в принципе, да, sub поставляет стандартный rule set, который может быть преобразован. Вот что у нас произошло? У нас, если вы обратили внимание, у нас исчезли из результата анализа те конфликты, для которых мы назначили контроль снижения, а сейчас я поставил галочку включить сниженные риски, и вот они мы можем видеть, какой контроль и кто ответственен за его исполнение. Так, сейчас мы посмотрим, как у нас выглядят запросы на доступ, мы даже один запрос попробуем создать, но здесь вот мы видим, что у нас непосредственно для нашей роли назначен такой-то контроль, то есть можно просто зайти и посмотреть отчетик. Я, наверное, буду немножко проматывать, потому что мы можем уже не успеть с вопросами и ответами. Как у нас создается запрос на доступ? вот такая форма, опять же, любой вид операций, который с пользователями можно осуществлять, может быть запрошена, можно для себя, можно для кого-то. Мы здесь сейчас создадим запрос для нового пользователя, мы запрашиваем создание нового пользователя в системе. Вот далее мы сейчас определим, определимся с ролями, которые ему нужно в этой системе присвоить. Давайте я все-таки, наверное, буду чуть-чуть проматывать. Здесь можно прямо в запросе посмотреть, что будет, как будет выглядеть SOD-анализ. Можно, опять же, то, что сейчас вы видите, я заполняю обязательные поля первой, первое имя, имя, фамилия, менеджер, потому что здесь у нас преднастроена цепочка согласования, где утверждает только менеджер, то есть непосредственно линейный руководитель. Но в реальности это все, конечно, по-хорошему должно заполняться на основании источников данных, то есть какой-то HR-ной системы, это все подтягивается и затем запрос в зависимости от преднастроенных критериев отправляется по тому или иному маршруту. Вот сейчас мы смотрим на этот запрос с точки зрения администрирования. Мы можем посмотреть, что с ним происходит, куда он отправился, кому, по какому маршруту. Вот здесь мы видим тоже аудит-лог, что произошло и где вообще сейчас этот запрос находится. Так, я чуть-чуть проскакиваю, прошу прощения, просто чтобы уже уложиться по времени. Мы сейчас идем на закладку My Home и открываем рабочую почту. Здесь мы направили это собственно тому пользователю, который запрашивал, мы его назначили менеджером, естественно, в реальности это выглядит не так. И просто на рабочую почту человеку пришло письмо, но точно так же эти письма нужно отправлять на email и можно в принципе сразу из email по ссылке открывать. Если заморочиться, можно и кнопки даже создать. И вот обратите внимание на вот эти два красных кружочка, они говорят о том, что у нас для этого запроса есть новые конфликты. То есть тем самым я говорил, что этот запрос мог быть перенаправлен по какому-то маршруту человеку, который отвечает за эти риски, но в принципе любой согласующий может зайти и посмотреть, что там вообще за риски. То есть в зависимости от того, какой у вас процесс, как вы хотите этот маршрут согласования настроить, вы можете вот это использовать. Можно принудительно еще раз запустить, посмотреть, например, вот мы видим, что какие-то риски снижены, какие-то нет. Ну, в общем случае этот запрос можно утвердить, можно отклонить, его можно перенаправить кому-то, можно его поставить на паузу, в зависимости от того, какими полномочиями вы наделите того или иного согласующего. Вот здесь мы собственно его согласовали, и если посмотреть на аудит-лог, можно здесь увидеть, что да, действительно пользователь был создан в системе и роль ему была присвоена. Давайте я промотаю, дальше вот мы просто убедились в том, что действительно вот этот пользователь создан, да, вот с теми данными, которые мы задали в системе, вот ему роль конкретно была назначена, то есть это работает. Так, ну здесь мы просто два слова скажу о том, что есть такое понятие, как Ex-Control Owners, владельцы контроля доступа, просто можно определенных пользователей определить в том или ином виде владельца, утверждающего для какого-то объекта, владелец роли, владелец риска, владелец контроля снижения. Ну а теперь Firefighter, на самом деле то, что все всегда просят показать, как это работает, вот здесь мы видим, что у нас конкретному Firefighter ID в конкретной системе присвоен конкретный пользователь, то есть он может в установленное, отведенное ему время начинать бесконечное количество сессий с расширенным доступом. Давайте мы посмотрим сразу, как это выглядит в системе. Вот у нас панель запуска. Firefighter ID, система, Firefighter, вот статус, что сейчас никто не использует этот Firefighter ID, и кнопочка Logon, по нажатию на которую мы, для нас открывается окошко нашей целевой системы, и мы непосредственно в том окошке можем выполнять действия. Но прежде, чем мы эти действия начнем выполнять, нам нужно заполнить специальную форму, указать так называемые Reason коды, коды обоснования, для чего конкретно мы хотим, эти коды, они преднастраиваются, их не должно быть много, поскольку и Firefighter ID не должны часто использоваться. Мы пишем, что же действительно произошло, почему мы хотим сейчас эту сессию начать, пишем, какие операции мы планируем выполнить, но это исключительно текстовое поле, конечно, рекомендуется написать конкретные транзакции, но и просто писать. Ну вот, допустим, мы вот зашли в какую-то транзакцию, чего-то хотим сделать, и вдруг сообразили, что нам еще чего-то нужно сделать, а мы не описали это. Вот видите, красный индикатор Firefighter ID занят, то есть никто больше не может. Но у нас теперь доступна кнопка Additional Activities, и здесь мы пишем, что еще мы хотим сделать. Зачем это нужно? Потому что контролер этого Firefighter ID получает уведомление. Вы можете настроить уведомление и сразу при входе, и уж обязательно нужно это сделать, когда сессия заканчивается. Причем это можно делать по-разному. Уведомление на почту, можно прямо лог послать, можно запустить Workflow, цепочку согласования, как угодно. И контролер потом сверяет те действия, которые мы выполнили в системе, с тем, что он видит в логе и при необходимости инициирует разбирательство. Так, ну давайте я промотаю сразу в конец. Это у нас множество отчетов есть, есть дашборды такие вот всякие красивые, но больше для того, чтобы читаться перед менеджментом. В частности, сейчас мы смотрим на статистику по запросам на доступ, но вот чуть-чуть дату выбираем побольше и смотрим, какие запросы у нас вообще были. И что с ними происходило? Вот у нас 79 были утверждены, 65 отменены, 1 все еще в ожидании решения, 23 отклонили, 1 был частично утвержден, а 6 просто ушли с ошибками. Ну, наверное, давайте я на этом остановлюсь. и мы, если у вас есть вопросы, попробуем на них еще ответить, но единственное, что я еще, наверное, должен сделать, это на правах рекламы сказать вам о том, что 11 марта в Минске на улице Купревича пройдет очередной сад техток, приглашаем всех жителей Минска и не только их, будет интересно, разговор пойдет о трендовых саб-технологиях этого года, вы можете прийти и уверенно спросить, а что там в области GRC у нас нынче происходит. Спасибо большое за внимание, если у вас есть вопросы, один из них я вижу сразу в чате, какое допустимое количество Firefighter на одно функциональное направление, это сугубо на ваше усмотрение. Я бы не рекомендовал заводить их много, потому что у меня был опыт, когда я видел, как люди в системе использовали эти Firefighter просто, по сути, для того, чтобы легально обходить вот эти суди-конфликты и на регулярной основе, по сути, ежедневно их использовали, никто их не контролировал и выглядело это ужасно, честно говоря. Так, может быть, я пропустил какие-то вопросы. Так, вы можете нажать кнопочку поднять, поднять руку. Так, вот был еще один вопрос, как лицензируется Access Control? Ну, я детали, честно говоря, не скажу, но в моем понимании, в общем, примерно так же, как и любой другой САПовский продукт. Что, коллеги, есть ли вопросы? Больше нет? какие-то вопросы? У нас еще немножко позволяет время. Да, пару минут есть. Ну, если вопросов нет, то спасибо большое за внимание и если у вас будет желание обсудить GRC X-Control или в целом это направление, я сделаю это с удовольствием. Как я уже говорил, мне немножко обидно, что его считают недооцененным, на самом деле, это действительно интересно и не так уж легко, честно говоря. Все, спасибо вам большое. Большое спасибо нашему спикеру за такой интересный Тихток. Коллеги, всем большое спасибо, кто присоединился, кто был с нами и хороших выходных. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Спасибо.